Выберите что-то, что сейчас важнее. Это вы как минимум две обозначили в сообщении. Может быть, что-то уже изменилось. Наверное, в рамках онлайн-диагностики более реально рассмотреть все-таки первое. Это семейные отношения. Семейные отношения. А реально все? Вообще, в общем, границ-то нету. Это вы сейчас ее только что внутри взяли, придумали. Что что-то реально, что-то нереально. Рассмотреть можно все. Вопрос. Да нет, вопрос нет, границ. Но вы ее сейчас как-то себе придумали. Ну ладно. Семейные отношения. Так, ага. Выбор вы сделали. Ну что ж, еще раз тогда повторите, как эта проблема звучит. Вот давайте на простом обывательском уровне. Сейчас обывательский, человеческий уровень. Как вот, в общем-то, вы ее и осознаете, эту проблему? Сейчас безумности, а простой человеческий уровень. Как она звучит? Не получается семейные отношения, в которых мужчина ведет себя как достойный человек, как пример, как старший в семье. Мужчина не устраивает. Запишу я. Ну, я так образно говорю. Какие там что-то вы говорите, а изменяет алкоголь, да, вот и пренебрежительно, по-моему, вы сказали. Да. Ну, это как примеры такие, и пренебрежительно к вам относятся. Вот, я понял вас хорошо. Сразу первое, что я хочу сказать вам и всем другим, что те формы, которые мы выбираем для создания гнезда и для продолжения рода. А я напоминаю, что, в общем-то, если брать биологическую нашу функцию, с точки зрения эволюции, она, в общем-то, самая главная такая. Ну, эволюция говорит, просто размножайтесь, плодитесь, размножайтесь. Мне, в общем-то, надо передавать информацию из поколения в поколение, гены и так далее. Поэтому это очень мощная штука, и она регулируется очень сильно, в общем-то, ну, она очень сильно регулируется, значит, паттернами, которые мы получаем из поколения в поколение. Перевожу на простой человеческий язык. То, как мы создаем гнездо и какие у нас партнеры, задолго решено до нас. Вот, есть дополнение к курсу по этому, по родовым сценариям. Я думаю, что это дополнение мы сюда перенесем также, в новый курс. Там, фаза программирования, я рассказываю, как выбирают мужчины, как женщины выбирают мужчин, ну, партнеров вообще в целом. И вот объясняю, почему это во многом запрограммировано. Ну, что ж, ладно. Почему системность? То есть, вы не можете эту задачу решить. Есть ли у вас подозрение, что примерно на таком же уровне проблема обстояла, например, в вашей семье детства? И до этого тоже. То есть, есть ли у вас такая связь, вы ее видите? Ну, она очевидная. Она очевидная. То есть, даже день рождения моего бывшего мужа совпадает с днем рождения моего отца. Они родились в один день. Вот. У родителей примерно такие же отношения были, как у меня с бывшим мужем. То есть, папа, он такой очень активный человек, успешный в социуме. Но при этом, ну, видимо, семья для него не была настолько значимой, чтобы вкладываться в нее, да, или не было понимания, как это нужно сделать. Ну, мне трудно предположить, какие были причины у отца, да. Ну, по факту он очень мало бывал дома. Он был все время занят делами. И он изменял маме и выпивал. То есть, ну, он не алкоголик, да, но он человек, который оправдывал свое увлечение алкоголем тем, что так решаются дела. Дела так решаются. Мне нужно встречать тех, этих, как бы. И вот так родители жили. А до? До родителей, если взять, там, например, родители отца. Вот. Это оттуда. Так жили родители отца. И так жили родители деда, отцу. Хорошо. Отлично. То есть, модель гнезда, она вот такая вот у вас, да, какая-то такая. Грустная вы становитесь такая. Ну, что ж. Когда рассказываете это все. Ну, в общем, это закон, который действительно звучит так, что... уровень привязанности от своих родителей, мы получаем от своих родителей, в общем-то, мы не можем выпрыгнуть выше, если не постараемся, чем это сделали наши родители. Потому как они организовали, в данном случае, в данном случае семью, взаимоотношения и, в общем-то, чувства. Ну, ладно, хорошо. Понятная ситуация такая, на бытовом уровне, на житейском уровне, в общем-то, понятно. По вашей грусти, в общем-то, видно, что хлебанули вы так хорошо. Вы сейчас как бы в разводе и вместе семья в разводе. И у вас новые отношения, они как-то складывались, не складывались? Очень-очень общее, пожалуйста, скажите, в плане модели. Да, реально развелись мы меньше года назад, нет никаких новых отношений. Вот вы в 42, получается, вам в 42 было, да? В 42 года вы развелись. А давайте вот ради интереса посмотрим, а почему вам можно было в 42 года этот вопрос решить так? Почему у вас не в 41, не в 39, не во сколько-то? Почему, вот, скажем так, программа, говорит, в 42 можно? А часто очень просто эти вещи, они программные. И давайте посмотрим, вдруг есть что-то интересное. Почему в 42 вам можно освободить? Ну, было мое решение. Это может быть странно прозвучит. Ну, во всяком случае, на сознательном уровне. То есть я за семью билась до последнего. То есть даже когда очевидно, что уже надо было слезть. Но нет. Это тоже такая системная штука у нас в семье, что нужно до последнего. Вот биться, лом об стену. То есть подал на развод муж. Подал на развод муж? Да. Ага. То есть если бы он не подал, вы бы бились до последнего? Ну, я это и делала. То есть фактически он ушел из семьи за сколько? Наверное, уже за три с половиной года до этого, да. И он делал попытки вернуться в семью. Но ввиду того, что так для... Ну, я не представляла просто, что можно жить так и дальше, да. То есть для меня это уже было не... Я просто обрисовала человеку картину, что я вот так точно жить не могу. И для того, чтобы у нас был хоть какой-то шанс, для этого нужно сделать там то, то и то, да. А во сколько вы поженились? Сколько вам было? Мне было 26. 26. Слушайте, ну все-таки, что это такое за возраст? 42 года. Почему вот здесь он уходит? А в его семье 42 года, в его программе, это что это такое? Сколько ребенку старшему у вас сейчас? На тот момент было? На тот момент, так, это был 19-й год, значит, ему было... Так, ему было 11 полных лет. На тот момент ребенку было 11 полных лет старшему, да? Хорошо. Я просто вместе с вами сейчас ради интереса смотрю все вот такие точки, которые могут говорить, почему вдруг в этом возрасте это произошло. Ну почему вот 42, там, не 43? Почему у него раз стукнуло, и он принял вот это решение? Ведь оно продиктовано, очень часто эти вещи, возраст, в котором мы входим в брак, возраст, в котором там разводы случаются, возраст, в котором беременности случаются, там, аборты и тому подобные вещи, они заранее не то, что предопределены, они имеют повторяющийся характер. Поэтому вот 42 года, какая-то важная либо для вас, либо для него часть программы, и вот, скажем так, его родители, может быть, тоже в этом возрасте что-то сделали, там, как-то так изменилась их структура. Ну, сложно сказать, что было у его родителей в этом возрасте, потому что, когда мы встретились, им уже было больше лет, и они жили вместе до смерти свекра. Мои родители тоже разошлись позже, чем 42 года. А там, кто был инициатором? Отец ушел. Но они до сих пор не развелись официально, они просто живут в разных квартирах, они прекрасно общаются, вместе гуляют с внуками. Вот у них такие отношения. Это ваша модель сейчас, нет? Вы как, внутри? Вы развелись с ним, а внутри? Нет. Я еще борюсь. Вы еще боретесь. Как это называется? Как это вот... Давайте сейчас посмотрим вот на эту... На эту фразу интересную, да? Биться до последнего. Бороться. Вот вы сейчас, когда боретесь, да? Попробуйте продолжить. Я борюсь за... За что там? За семью, за то, что он вернется. За что боретесь-то? Как звучат вот эта идея, эта фраза? За то, чтобы преодолеть свою судьбу. Это как бы красиво звучит. Но это абстрактно очень. Это красиво, но абстрактно. Давайте конкретно. Вы за что боретесь? Как вы переживаете? Это ровно даже его винить. То есть я понимаю, что вся эта ситуация продиктована тем, что мне почему-то нужно было пройти эти уроки, да? И в моем... Отличные уроки. Ну, это вот преодолеть это. Преодолеть то, что написано было там. Моей маме, моей бабушке, мне. Что преодолеть-то? Преодолеть. Да, коротко. По-простому, по-человечески, по-бытовому. Что преодолеть-то надо? Не знаю. Возможность. Обрести возможность просто быть счастливой с женщиной в браке. Как-то интересно. Знаете, вот я вас когда слушаю... Знаете, что интересно? Интересно, ведь программа преодолеть, там возраст не указан, в котором она заканчивается. Но вот, например, на работу мы выходим, там говорят, пенсия в таком-то возрасте. Вот ты преодолеваешь, преодолеваешь, потом на пенсию. А здесь в этой программе бороться, преодолевать до последнего. До последнего, кстати, кого? Чего? Его последнего. До последнего вздоха. Ну, наверное, до последнего, пока у меня есть силы на это. Вот, видите? Пока есть силы. Не осталось. То есть лапки уже повисли, уже все. А программа держит за горло и говорит, нет, ты должна преодолеть. Ты должна... А вот это преодолеть, это значит, что это там за такое светлое будущее, которое... Ты должна преодолеть, и тогда... Вот если в рамках отношений с мужем бывшим, если ты преодолеешь, то тогда... Модель какая? Ценить, любить. Ценить, любить... Красиво. Красиво. Чего улыбаетесь? Слушайте, а на чем у него должно такое произойти, чтобы вот он вот раз и вдруг начал ценить, любить? Давайте сейчас немножко про него. Что это за магическая трансформация? Попробуйте сейчас немножко внутри него побыть. Что он вдруг должен такое понять, что вот он раз и такой начинает ценить, начинает любить? Что такое надо осознать, интересно? Ну, вы понимаете, ведь это все было в наших отношениях в начале, да? Но потом ряд обстоятельств привели к тому, что человек перестал справляться с этим. И я даже рада, что так получилось, что он решился на то, чтобы уйти из семьи, чтобы вот он наелся всего остального. Вот что ему хочется поесть, вот пусть это все увидит, сколько надо. И мне кажется, что через это человек и может понять, да, ценен был тот человек, который был рядом с тобой или нет. Хорошо. То есть, на данный момент вы приходите с запросом. Тогда про что ваш запрос? Звучит он следующим образом. Сейчас скажу вам. Значит, из того, что сейчас де-факто вы говорите про себя, это звучит следующим образом. Здравствуйте, меня зовут Леонора. Я билась до последнего, но он решил уйти, и я решил немножко подождать. Пускай наестся. Вот. А я пока буду ждать. Пока он, в общем-то, одумается и поймет мою ценность. Ну, короче, я в игре. Я как будто бы эту модель вроде бы не отпустила. Вот я так слышу вас сейчас. Ну, видимо, да. Я могу ошибаться, но это со стороны, я же не утверждаю. Если что-то неправда здесь, ну, не так, я понял, уточните и скажите, почему. Потому что, ну, пока что из того, что вроде по факту происходит, ваш вектор внимания не на себя, а на то, что это все-таки изменится. Изменится как-то там, что-то там. Вот он пока туда. Мне так слышится. Вам как? Ну, не отпустила. Это правда. То есть вы пока продолжаете удерживать свой мозг внимания. Вы пока продолжаете удерживать ресурсы своего внимания и свой мозг внутри этой модели. Ну, как бы вам страшно выйти за ее пределы. Внутри себя даже, да. Что действительно хватит, действительно, может быть. Может быть, не надо. Может быть, отпустить. Ну, не можете пока выйти. Он физически, он ушел. Но внутри я пока расцениваю это. Я проживаю так, как будто бы вот он, ну, там, пару дней не показался. Если до этого, там, знаете, может быть, что-то было. Ну, вот, завержался он на день, на два. Ну, сейчас просто на подольше. Ну, как бы. А суть та же остается внутри меня. Вот я так слышу вас. Что скажете? Ну, вы сказали, в общем-то. Есть ли где-то, может быть, дополнение понимания? Какое-то иное. Нет, действительно, до конца не отпустил. Хорошо. Я до конца не отпустила. Что? Давайте сейчас не его, а что я до конца не отпустила. До конца не он, бог с ним. Что я не отпускаю до конца? Что моя семья распалась. Что у моих детей нет больше семьи. Той, на которую они имели право. Моя семья распалась. Мои дети. Как там вы сказали? Ну, у них больше нет. А, у моих детей. У моих детей больше нет той семьи, на которой они имеют право. Такая мантра. Ну, вот скажите мне. Ну, и отсюда вытекает... Вот вы сейчас сказали страшный страх, да? Если бы мы сейчас работали бы в контексте такой простой психологии, да? Не родового такого анализа. Я пытаюсь сейчас просмотреть повторяемость. Вот эти вот какие-то такие вещи, которые говорят о странной игре. Уже не один раз случавшийся. Если бы мы туда не шли, а работали бы просто по какой-то простой такой ситуативной схеме, то очевидно, что вы не замечаете большую реальность. В общем-то, что ваша семья распалась-то давно. И вы держитесь за формальные признаки. Почему-то по одним формальным признакам вашей семьи уже давно нет. Но вы держитесь за другие формальные признаки проживания вместе. Я не знаю, или чего-то там. Какие-то там. По формальным признакам давно семья-то распалась. Не год назад. Сколько там лет назад это произошло уже, да? Как вы говорите, раньше было, а потом... Вот тогда она там и распалась. В этом не замечаете и пытаетесь... Вам важны какие-то другие формальные признаки. Вот здесь, в этой реальности, вы... Прям... Не контактируете с реальностью. Не замечаете. Отсюда у меня возникает тогда к вам вопрос. Скажите, пожалуйста. Когда вы мне вот эти слова говорите, моя семья распалась. У моих детей больше нет той семьи, которой бы они хотели, на которой имеют право. Вы в какие чувства погружаетесь? Отпишите нам это состояние. Ну, наверное, в то, что... И у меня не было такой семьи. И мне от этого больно. И у меня не было такой семьи. Отлично. Вот уже, видите, получается... Знаете, какая такая типичная ловушка сценарная, да? Когда я думаю, что я лечу своих детей... А в это время я лечу себя. Дети такие, мам, может, ты разведешься? Нет! У вас должна быть семья, на которой вы имеете право. Мам, ну ты же страдаешь. Нет! У вас должна быть правильная семья. Мам, ну по формальным признакам нет, не хочу ничего слышать. Никаких формальных признаков. У меня не было такой семьи. Вот это честнее звучит. И это моя боль. И тогда я, короче, боль, которая заработана там... Уже не один десяток лет назад. Я ее пытаюсь лечить, оправдывая судьбами детей. Ну, то есть, используя детей, да, так... Такие, я для вас. Давайте честно скажем. Дорогие мои детки. Я тут немножко... Ну, если быть честным, я тут немножко угола. Тут, конечно, для вас. Для вас во вторую очередь, но в первую очередь для себя-то, конечно, мне важно это все. Тут надо понимать. Я тут и вас немножко использую. Как это вот в мировой политике декларируем красивые лозунги, а делаем немножко по-другому. Также и здесь, в родовых сценариях, да, мы декларируем одно. Ну, там, вот, дети, а там у меня не было такой семьи. Хорошо, обнаружили первую боль, которую вы можете так тихонечко залечить. То есть, маленькая девочка, которая Элеонора, она... Элеонора взрослая дает долги перед Элеонорой маленькой. Хорошо, ладно, пускай. Но тогда перед кем долги отдавала мама? Получается. Когда думала, Элеонора должна иметь семью ту, на которую она имеет право. Моя семья не должна распасться. Моя дочь Элеонора должна любой ценой иметь ту семью, которая будет. Какие долги с использованием Элеоноры там залечивала, получается, мама? Ну, наверное, так же? Или чего там она? Нет, бабушка с дедушкой жили хорошо. Но с ними жила мама бабушки, прабабушка. И прабабушка потеряла мужа. Его расстреляли в 37-м. И потом она жила с дочерью. И по факту более близкие отношения у моей мамы были именно с бабушкой, с моей прабабушкой. То есть, она ее воспитывала. Ну, эмоционально. А, еб? Так расстреляли кого? Мы расстреляли прадедушку. То есть... Вашего прадедушку, соответственно, дедушку вашей мамы? Ну, может быть, для... для нее. Для нее это дедушка. Ладно. Бог с ним. У меня вам вопрос. Чего это ваша мама тогда тоже билась до последнего и держала? Ваша мама? Что, подозрения есть-то хоть какие-нибудь? Вот если бы вы задаете этот вопрос напрямую маме, что бы она вам ответила? Пофантазируйте сейчас. Сейчас не надо думать головой, логикой. А попробуйте бы сказать, что бы она вам ответила. Как вам кажется? Почему я, дочь, билась за этот союз? Не знаю. То есть, она до последнего надеялась, что отец исправится. О-о-о! Мнистика. И в детстве меня это жутко бесило. О-о-о! Ёлы-палы! И ваших детей-то тоже, наверное, бесит. Интересно. Какая магия. Ну-ка. Разведись уже, пожалуйста. Это ваши слова ей? Это то, о чем вы думали в детстве, да? Это то, о чем я думала, да. Молодец. Слава Богу. Хотя бы честно себе призналась. Ты обнаружила эти спрятанные все слова. Вот. А дети сейчас такие думают. Мама, ну ты посмотри, какая ты грустная. Может быть, все-таки и к лучшему. Нет. Вашим именем я сохраню эту семью. Они такие. Блин, мам, ну каким нашим? Вашим именем. А у самой татуировка. Лишь бы ты развелась. На руке. Вот. И тогда вопрос. Действительно, я его повторяю снова. Чего? Вот если бы мама ответила, если бы вы ей задали этот вопрос. Мам, ну чего ты не разводишься? До последнего биться. Любой ценой. Она бы сказала. Вот мне важно, чтобы он был. И она мне много раз это говорила. Я спрашивала ее потом, почему ты не развелась с отцом. Мне было важно, чтобы вот он просто был. Вот его не было по факту дома, да. Все был, дом был на ней, да. Она вечно замучена. Но вот сам факт, что он есть, он ей... Войдите в нее внутрь. Войдите внутрь вашей мамы. Станьте вашей мамой. И говоря эту фразу, мне важно, чтобы он просто был. Попробуйте почувствовать. Чего надо-то ей было за этой фразой-то? Фраза красивая-то в действительности. Мне важно, чтобы он просто был. Ему было страшно, наверное, оказаться одной. Одной, без защиты, без какой-то опоры. Лишь бы ты просто был. Да. Давайте запишем эту фразу. Лишь бы ты просто был. Вот эта фраза честнее отражает то, что делаете вы со своим мужем. Вот эта фраза, она честнее звучит, потому что фраза И вот он будет меня любить, ценить, когда наиграется и поймет. Туфта. А вот фраза, лишь бы просто был, прям ложится. Вот то, что вы делаете, точно. Я не зря же говорю про формальные признаки. По формальным признакам там уже все давно. Но вот по формальным признакам, чтобы лишь бы был бы, да. И тогда вот эта фраза, лишь бы был бы, вот если мы заменим был на жил, лишь бы ты просто жил, уже так начинает холодком попахивать. Да. Лишь бы ты просто жил. Вот, и здесь вполне может быть та история, Которая вы сказали, да, там вот кого-то взяли из семьи и расстреляли. И возможно, даже может быть суд был, и может быть они там даже бились до последнего. Но, увы, все это закончилось драмой. Смотрите, у нас есть два проверенных поколения. Два. Это вы, в своем детстве, которая думает, мам, ну уж развелась бы ты лучше, успокоилась бы ты. И ваши дети, которые, что же они думают по этому поводу? Ну, старший ребенок очень сильно переживал. И после того, как муж ушел из семьи, у него началось тревожное расстройство. Прям с панической... Тревожное расстройство. Охренеть. Мое. И 11 лет уже, конечно... Немаленький возраст. А еще есть дети, да? Кто-то по-другому, может быть, думает? Ну, девочка 5 лет. Но она не помнит той ситуации, когда мы вместе живем, да. Но она пока даже не задает вопросов на эту тему. То есть она встречается... Все понятно. Для нее это норма. Интересно. Ладно, хорошо. Давайте сейчас... Я хотел просто, чтобы вы увидели, что два поколения, как будто бы звучит это... Вот два поколения уже звучит эта фраза. Лишь бы ты просто был бы, формально находился бы здесь. Это, говорит ваша мама, это фактически делаете вы. Да. То есть важно какое-то вот это формальное условие. Лишь бы ты просто был. Если бы заменить биться до последнего, и вот это лишь бы ты просто был, вот заменить слово был, всю одну букву, там, да, почти одну одну, там, жил. И тогда как будто бы все сразу становится на свои места. Как будто бы семейная система со стороны мамы, ну, я так предполагаю, она могла не оправиться в семейной системе в целиком. Не могла оправиться от той большой потери, в результате которой компас женский был смещен с того, что я хочу семью, где меня будут любить и ценить. Какой любить и ценить? Его забрали и расстреляли. Лишь бы ты просто был бы вообще в этой жизни. И вот похоже, что где-то там компас мог сместиться. Вы знаете, я еще помнила, что вот прабабушка, у которой расстреляли мужа, это был ее второй муж, а первый погиб. То есть она потеряла двух мужей. Да, она двух потеряла, хорошо. Тем более. То есть такая, это вот знаете, это как, это как, я знаете сейчас с чем сравню? Живет женщина, а муж приходит и говорит, я подал на развод. Не по моему желанию, не по моей воле, ничего сделать не могу, от меня ничего не зависит. Не я подала на развод, а ты. Это как вот на войне отобрали. То есть он раз взял и уходит. Ничего не могу сделать. Я сейчас это сравниваю для того, чтобы вы увидели, возможно, что в вашем случае с мамой, да, он ушел. Что в вашем случае, вот игра, игра это такая интересная, продолжается. Я напоминаю, что, что такое родовые сценарии. А в действительности тот, кто работает с родовыми сценариями, например, я работаю с родовыми сценариями, другие специалисты могут сказать вам, что мы играем прям пантомимы. Мы нашими жизнями пантомимы играем прям настолько повторенные истории, что вот только вот немножко докрутить восприятие, чтобы понимать, на что смотреть. И тогда ты видишь такой очевиднейший танец, который, скажем так, не является жизнью, а является повторением. То есть он занимает время жизни, а на жизнь у тебя отведено утром и вечером зубы почистить, там и немножко телек посмотреть и все. А ты работаешь сценарий своем таком, вот отрабатываешь его. Тем самым я хотел сказать, что здесь действительно, похоже, есть какая-то пантомима. Сторону мужа я пока вообще не беру, потому что вы четко сказали, у него по мужской линии эта история повторяющаяся. И вы, как женщина, находите мужа, идеального для программы преодолеть. Но он идеален для программы бороться до последнего и преодолеть. Вот, как бы, мы пока даже его не берем. Он соответствует этой программе. Человек, который соответствует программе «Я тебя буду любить и ценить», он, как бы, там, приходит и говорит «Почините мне сапоги», а вы смотрите на него «Мужик, ты в пекарню зашел». И говорит «Какие сапоги? И сапоги вон на той улице чинят, здесь пекарня». То есть он приходит и говорит «Любить и ценить». Ты что, дурак? «Преодолеть» вывеска написана. «Преодолеть». Вот по буквам «ПРЕ». «Преодолеть». Что с вами? Ну, это действительно очевидно. Это очевидно. Но это очевидно и дело не в нем, а дело вот в этой фразе, которая управляет вашей жизнью, вашей мотивацией. Получается, место для мотивации меня любить и меня ценить, там, ну, ее давно почему-то нет. Ни у вас, ни у вашей мамы, и, похоже, там, ни у бабушки. И вопрос, где была потеряна эта составляющая женского счастья? Видимо, там, где это много раз драматично обломилось, и осталось только одно. Господи, лишь бы был бы жив. Ну, замените две буквы. Лишь бы ты просто был. Лишь бы ты просто был. Ну, жил. Ну, и тогда получается... И тогда получается, смотрите. Ваш муж подает на развод. А уровень невроза и тревожного расстройства такой, как будто похоронка с войны пришла. Или расстрельная, да, там, из НКВД. Понимаете, до сих пор ощущение, что если ты уходишь, то ужас такой же, как там. Наша нервная система передает из поколения в поколение вот эту фиксацию. Значит, вы... Для вас другой реальности, где любите и цените, в нее очень сложно попасть, потому что мозг... Дышите, дышите. Потому что мозг очень сильно мониторит вот пока что вот этот слой. Ему здесь важно, чтобы все совпало. И поэтому я... Я буду биноклем смотреть, где там ходишь. И чтобы ты вернулся, и наша семья восстановилась, справилась и так далее. А правда заключается в том, что если вы поговорите с детьми по-серьезному и вспомните себя, так, как вы хотели, чтобы родители наконец разошлись, чтобы мама была счастлива. Потому что вы, извините меня, попой чуяли в детстве, что мать, лучше покажи мне модель счастья, покажи мне модель счастья, я хочу видеть модель счастья. Мать такая, нет. Мы кого-то там спасаем. Получается, что если вы поговорите с детьми и расскажете им о настоящем вот этом контексте, ради чего вы остаетесь с мужем? Ну, смотрите, даже вот все сложности, которые мы с вами сегодня проговорили, их даже не обязательно сказать. Представьте разговор, представьте, вы ребенок. Ну вот, как старшего зовут? Артем. Вот Артем. Это мы еще не брали с вами, не анализировали, на кого какая проекция. У меня клиентка вчера была. Она воссоздала семью детства полностью и решает задачи своей детской семьи, гнобя себя в своей семье. То есть она назначила роли в качестве бабушки, у нее теперь свекровь, в качестве себя маленькая, в качестве себя маленькой дочь, соответственно, в качестве плохой мамы, которая была в детстве. Она плохая и в качестве папы несчастного мужа. Все, круг замкнулся, мозг все роли назначил. Она думает, что она взрослая, но с точки зрения условно-рефлекторных привязок все фигуры из прошлого. Она сидит и ничего сделать не может, потому что не видит, что она имеет дело не с живыми персонажами, а с проекциями из прошлого. Когда это все разгребается, думаешь, зачем я это делаю? Вот. Вы, Артем, я вам говорю, Артем, ты, наверное, видел, что за время жизни с твоим папой, в общем-то, я хлебанула, как надо. Ты видел мои слезы, ты видел мое страдание, ты видел унижение, ты это видел. И в действительности, Артем, я это видел сама в детстве, когда я была маленькой. То же самое, один к одному. не знаешь, Артем, в детстве у меня была одна мысль. Мам, да ты уж разведись, ты уж будь просто, ну, ну, просто покажи на этом лице счастье, ну, покажи, как женщина может ценить и уважать себя. я внутри просила, чтобы мама это сделала. А еще, Артем, хочу сказать, почему ни мама, ни я не уходим. Потому что, Артем, галочка, что папа здесь важнее настоящего содержания. у нас галочка вот важнее. В действительности, Артем, папа навряд ли будет меня любить и ценить. И мое настоящее желание как раз таки в том, чтобы меня любили и ценили. И здесь мы, похоже, не сойдемся, Артем. Ну, с моим мужем, с твоим папой. Я хочу тебя, Артем, спросить, как мужчину. Я тебя сейчас спрашиваю, как мужчину, Артем. Что ты по этому поводу мне, как женщине, скажешь? Скажи, Артем, какие у тебя мысли рождаются? Из сердца. Чувства из сердца и мысли какие? Что пришло первое? Просто скажи, как есть. Я бы хотел, чтобы моя мама была счастлива. Вот ты сейчас веришь этому внутри себя. Да. Вот это чувство. Пожалуйста, сейчас сохрани. С Артемом ты обязательно поговоришь. И с дочерью, с Артемом и так далее. потому что жить ради галочки это странно. Ты идеально подходишь для своего мужа, потому что у них почему у них так с женщинами, я не знаю. Но почему-то у них женщины действительно несут какой-то такой... у вас одна причина почему у вас в роду по женской линии одна причина почему вы можете переживать такие унижения. А у них женщины в роду по какой-то может быть другой причине могут находиться в этом унижении. Ну там причина может быть своя, но паттерн очень похожий. я нахожу женщину, которая готова продемонстрировать мне, что она... Эти эти тесты они были они были они были до как вы говорите измен до вот таких разных каких-то штук они были они были мелкие они были бессознательные они были эти тесты если вы посмотрите психика ну бессознательно тестировала вас его бессознательно тестировала вас и еще До захода на посадку, до брака, до детей эти вещи были и несомненно вы подтвердили, что вы будете играть в эту игру с ним, которая ему нужна. То есть вы будете в той роли женщины, которая у них принята в их гнезде, то что он видел. А почему это надо исследовать его, почему у них женщина в такой роли? Но вот с вашей стороны, она вот похожа по этой, потому что вот эти фразы кодовые такие, очень четкие, такие очень ясные и фокус. И ни одно поколение в это делается. Поэтому, в чем заключается выход из сценария? Выход из сценария заключается в эволюции, которая должна произойти внутри вас в отношении, скажем так... Короче, вам достался наследственный псих, нейро, как угодно его назовите. Паттерн, который очень сильно пугает, очень сильно, пока останется, скажем так... Очень сильно пугает, если... Короче... Сейчас, 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 сейчас... Ваше... Внутри вашего паттерна, ваше внимание брошено на фразу преодолевать и бороться. То есть, ваш мозг очень много внимания тратит именно на этот кусочек. И выход из сценария заключается в том, чтобы вы, скажем так, наконец-то эволюционировали, прекратив жить так, как будто бы вы до сих пор там. По накалу эмоций, вот те чувства, которые вы... Все эти страхи, все эти пугалки, которые вы испытали, испытываете, когда представляете и думаете, что он уйдет, что он не вернется, что он разведется, ну вот всю жизнь. Все вот эти пугалки, это и есть то, что является невидимой стеной, которая не дает вам выйти за пределы, ну, вашу жизнь. Оставляет вас внутри вот механизма преодолеть, преодолеть, спасти, спасти, спасти. Вы спасаете людей, которых уже не спасти из прошлого, уже ни одного поколения. Вы боитесь, как боится кто-то из прошлого, там, прабабушка, например. Вы чувствуете себя точно такой же несчастной, как там она. То есть вы до сих пор к мужчине относитесь, как будто если он отдаляется, то это как будто бы смерть будет. Да. По уровню драматизма. Смерть его и, соответственно, вот такая драма внутри гнезда. Все, вы прям в галлюцинации этого времени. И тогда никакие извне слова о реальности, алло, посмотри, в мире столько людей не работают. Эволюция будет заключаться только в постепенном выходе из вот этих вот галлюцинаций, иллюзий, танцев, пантоним, которые вы не замечали. Они производят подмен. Ну, не знаю. Надеюсь, объяснил. Что сейчас с вами? Скажите, пожалуйста, как вы там себя чувствуете? Что сейчас с вами происходит? Какие мысли у вас? Как так грустно осознавать себя куклой в театре. Первый шаг. Слава богу, что вы уже увидели часть этой игры. Надо будет дальше пойти снимать эмоциональный контекст прошлого. Снимать с этих ролей, со всех, которые сейчас. Ну, вот с Артемом и с детьми снять эмоции, которые в действительности принадлежат вам. У меня не было такой семьи. С мужа там снять, скажем так, себя снять обязательство. Сохранить семью, потому что там бабушка ее потеряла. Вот если бы он был бы просто жив. Если бы он просто жил. С мужа тоже что-нибудь снять надо. Обязательство спасти. Вот представляете, да? Прабабушка, которая потеряла двух. И видела, как ее, например, дочь выходит замуж. Что она ей говорит? Она берет и говорит, не переживай. Что бы там в семье не было, не переживай. Самое главное, что живой. Ну, вот что женщина может сказать, которая двух потеряла. Трагично. И самое главное, что есть. Самое главное, что живой. Чего жалуешься? И вот эти вещи тоже надо снять. Все их раскодировать, разобрать и снять. С мужа? А с мужа что? С мужа нужно снять пугалку, что если ты какой-то вот такой... Ты единственный, кто сможет... Вот смотрите, как у вас звучит. Ты единственный, кто бы мог в этом мире ценить и любить меня. Но, увы, если тебя не станет, все будет и не будет этой возможности. Вот, видимо, бабушка, прабабушка там действительно не смогла оправиться от этого и очень сильно это так толкало. Попробуйте, попробуйте просто смотреть, как люди живут. Ну, попробуйте побыть этой прабабушкой. Попробуйте пробыть ее дочерью, которой я от нее какие-то послания и слова слышала. Она приходила к ней и говорила, а у меня вот такая проблема в семье, что она ей скажет, как она дочь поддержит, что она скажет своей дочке. Слава богу, что есть. И все, и так, потихонечку, потихонечку, и все, и у нас теперь галочка. Ладно, все, больше говорить не буду. Все, есть ли у вас какие-то вопросы сейчас, чего-то там, может быть, задай, да и вообще прокомментируйте что-нибудь, молчу. Вопросов нет. Информации теперь переваривать надолго хватит. Я как-то вот про прабабушку вообще даже не думала, что это оттуда может идти, эта вся песня. Грустно. Я никогда не понимала, почему моя мама пьется. Вот честно, я не понимала. И я, честно, не имею те усилия, чтобы выйти из этого. Я не хочу, чтобы моя дочь продолжила эту песню. Ну, да, тогда не забудьте обязательно, если вы вдруг... Если вы вдруг не наберетесь решимости и сил разорвать этот сценарий, то тогда вам надо будет честно признать то, что вы все-таки делаете, да. Надо честно признать, что так, дети. Как-то страшновато мне, в общем-то, все менять. Поэтому ставим план. Еще лет 30 мы будем биться. Будем биться 30 лет еще где-то за его любовь. А там, глядишь, вы взрослые станете, у вас дети появятся и уже так спокойно станут. Тогда надо будет честно себе признаться, что я продолжаю делать вещь, которая очень странная и нечестно звучит ни перед собой, ни перед детьми, и которая нереалистична. Он будет ценить и любить. У него этой функции нет. Любить и ценить себя, это ваша функция. И вам ее надо себе вернуть и подарить дочери. Например, да, и сыну еще показать. Потому что Артем, который видит, скажем так, ну, 11 лет ребенку, по нему, в общем-то, можно уже понять, какую стратегию он возьмет. Вот, например, эта стратегия может называться так. Любой ценой, любой ценой я сохраню эту семью, какая бы стерва ни была моя жена. Похоже так? Нет. А как вам кажется? А как вам кажется? Или он будет как папа такой? Или он скорее в правильное русло пошел? Он же вместе с вами ловит тревогу? Он скорее с меня спишет. Вот, такие мальчики очень часто потом о маминных страдания пытаются залечить в других женщинах. думают, что сейчас я спасу эту женщину, а тем самым спасает маму. А мама такая, да меня уже не спасти, уже все произошло. Не знаю, не знаю, я не могу позволить увидеть, как я ухожу, я все смогу вытерпеть. А здоровье? Какое здоровье? Галочка важней. Вот подумайте об этом. Все. Спасибо вам. Всех зову на курс Родовой сценарии. Там все это будет рассказано. Чего? Кого? Как искать? Чего смотреть? Как границы эти прозрачные, невидимые находить? Куда искать? Подробно. Куча практики. Ну, кто меня знает, не сомневайтесь. Там конкретная, измеримая, практическая работа без какой-то воды про то, как, вот, сила рода, там, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все. Будьте счастливы и наслаждайтесь игрой. Играйте красиво. Играйте красиво. Как вот, если уж вы в роли, в игре, так вот там, лишь бы ты просто был, напишите ему смс-ку и просто, прям, кайфаните от этого надрыва ужаса. Вот. А так вообще, это пространство для диалога вас с вашими женщинами, с мамой, с бабушкой, с прабабушкой. Сядьте, поговорите сегодня мысленно за чаем. Я думаю, вам будет что-нибудь интересное друг другу сказать. Все. Спасибо вам. Всего доброго. Вам спасибо огромное. Спасибо большое. До свидания. Было беседно с вами. Большое спасибо. Так. Ну все. Всех позвал. Все приходите. Чего только не бывает. Я вам, знаете, что напоследок скажу? Я сейчас вам скажу страшную вещь. 90% вашей жизни, 95 даже может быть процентов, 95% вашей жизни, это вот эта вот вся, как бы мягче-то ее назвать-то, вот эта вот повторяющаяся шляпа. Я вам точно гарантирую. Вот и задумайтесь тогда о том, это вот вы сейчас такие думаете. Ну хорошо, хорошая информация. Спасибо, что он говорит. Это вот пока вы не видите это на себе, пока вы это слышите, как абстрактные цифры, это звучит как бы, ну такая интересная информация, она задуматься. 90-95. А когда начинают показывать на тебе, вот как сейчас на Элеоноре, начинают обнаруживать, и здесь-то я вот повторяю, и здесь-то я повторяю, думаешь, господи, а моя-то жизнь где? Вот. Ну нет, как-нибудь потом кто-нибудь после вас поживет, может быть, кто к терапевту походит. Поэтому давайте сейчас. 90-95% времени, это повторение. Вот так, к сожалению, мы живем. Но ничего, можно и посвободнее. Я научу приходить.